Привет всем гостям и подписчикам канала. Сегодня из говна и палок сделаем гаражный промышленный пылесос. Ну типа циклона, но на базе самого дешевого пылесосика. Такой пылесосик я купил когда-то рублей за 400. Мешок у него маленький, а грязи в мастерской, как обычно, много. Поэтому увеличим мусоросборник. Все что нужно, найти ведро, крышку и пару шлангов от пылесоса. В сантехмагазине нужно будет купить несколько элементов 50 миллиметровой трубы. Дальше для работы потребуется коронка по диаметру. В идеале, конечно, лучше чуть меньше, чтобы в натяг входило. Сверлим, как я показываю, два отверстия и выставляем трубки. Первую так, чтобы воздух бросало на стенки емкости. Вторую, прямую, просто в центр. После этого присоединяем шланги. В центр шланг от пылесоса, а к боковой трубке шланг забора грязного воздуха. И да, скотч это пока временное решение. На постояночку потом синие изоленты примотаю. Проверяю, система работает. В итоге, грязный воздух поступает по шлангу в ведро, где мусор падает на дно, и воздух дальше по второй трубке уходит в пылесос. Тем самым, пылесборник пылесоса не засоряется мусором. Проведем тест. Сгенерирую немного мусора от гипсокартона и добавлю немного песка и пыли. Камеру положу на дно ведра. В ходе теста уже вижу, что уголок нужен все-таки 90 градусов, чтобы мусор циркулировал прям по стенке. Но даже с таким сепаратор справляется со своей задачей на ура. Во время работы приходилось придерживать конструкцию рукой, так как ведро падало. Тем не менее, испытания считаю успешными. Такое бюджетное решение для гаража имеет все права быть и жить. Поэтому, чтобы было удобнее работать в дальнейшем, необходимо организовать все предметы в закрепленном состоянии. Но это уже, пожалуй, тема для следующей части видео. Сейчас же пока остановимся на самом решении и проведенном тесте. Всем подписавшимся и оставившим дельные комментарии добра. Остальным тоже не хворать. С вами был Дмитрий Мановаров. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok